В ближайшие две минуты нашего эфира коротко о том, какие события американской истории пришлись на сегодняшнее число календаря, рубрика «Дайджест». Начну с исторического ливня. 5 мая 1995 года пришлось на пятницу, и проливной дождь, который начался после полудня в Далласе, штат Техас, застал многих отдыхавших на свежем воздухе людей врасплох. Поначалу никто не мог предположить, что непогода примет масштабы бедствия, однако с неба начали падать градины размером с теннисный мяч, который ломали людям кости, сотни домов лишились стекол, пострадали тысячи автомобилей. Ливень привел к потопу, лишившему жизни 17 человек, большинство из которых находились в машинах. Напомню, случилось это 5 мая 1995 года. Теперь мысленно перенесемся в XIX век для того, чтобы стать свидетелями эпохального для Америки события. 5 мая 1865 года в США было совершено первое в истории ограбление поезда. Это произошло на железной дороге возле города Норфбенд в штате Огайо. Преступники захватили тогда не только несколько тысяч долларов в кожаных баулах, которые везли сотрудники компании «Адамс Экспресс», но потрудились также заставить более сотни пассажиров отдать свои кошельки и ювелирные украшения. Бандиты так и не были найдены, а ограбление поездов с тех пор надолго стало визитной карточкой американского криминалитета. 5 мая 1914 года знаменитый гонщик Эрвин Бейкер по прозвищу «Пушечное ядро», «Кэнонбол» на мотоцикле марки «Индеец» отправился из Калифорнии в трансконтинентальный пробег по США. Энтузиазм Бейкера был с радостью подхвачен жителями страны, которые помогали ему в пути продуктами и горючим. Домчавшись до Нью-Йорка за 11 дней по бездорожью, ибо хайвеев тогда в стране практически не было, Бейкер поставил первый из своих 143 моторекордов. Удивительный был человек. Известно также, что он был завзятым стрит-рейсером. Теперь о трагедии, которая пришлась на 5 мая 1945 года. В городе Лейквью, штат Орегон, в результате взрыва погибли пятеро детей и беременная женщина. Взорвалась бомба, найденная устроившей лесной пикник компанией. Погибшие стали единственными жертвами Второй мировой войны на континентальной территории США. Ну а бомба была японской. Как она оказалась в лесу штата Орегон и как пилот, который ее сбросил, стал в конце концов почетным гражданином американского города Брукингс, расскажем вам в одном из ближайших выпусков нашего шоу. Ну а события, которым я завершу этот выпуск рубрики «Дайджест», послужат отправной точкой истории, которая прозвучит в сегодняшнем выпуске программы. Ровно 131 год назад, 5 мая 1891 года, в Нью-Йорке открылся «Мьюзик-Холл», теперь известный как «Карнеги-Холл». Первый концерт в новом зале дал почетный гость из далекой России Петр Ильич Чайковский. Подробности американских приключений Чайковского в рубрике «Открытие Америки» чуть позже. Не пропустите.